На карте Мурманска появился бесхозный водоем. Уже не первый месяц жители проспекта Кирова не могут найти ответственных за уборку небольшого озера и его берегов. Если бы не забота о неравнодушной жительнице микрорайона, пруд бы и вовсе превратился в свалку бытовых отходов. В этом году на маленьком озере, зажатом между проспектом Кирова и улицей Марата, поселились утки. Птицам водоем понравился, за животными ухаживают, а недавно здесь появился целый выводок маленьких утят. Впрочем, малыши частенько застревают в густых водорослях. Зеленая трясина в солнечную теплую погоду затягивает всю водную гладь. В течение двух с половиной месяцев я разыскиваю лично организацию, которая отвечает за чистоту водоема и околоводной территории. Но, увы, все бесполезно. После таяния снега наш водоем превратился в помойную яму и пришлось самостоятельно его вычистить и соблюдать чистоту. И за людьми, и за животными. Пока же Светлана Соболева единственная, кто убирает и чистит озеро от вездесущих водорослей. Хрупкая женщина вынуждена делать это поздним вечером каждый день. Как ни странно, у многих горожан ее действия вызывают недоумение и даже агрессию. Ведь порядочная жительница Мурманска не боится делать замечания отдыхающим, которые ведут себя на берегу хуже некоторых животных. Свидетельства тому плавают рядом. Кто-то умудрился выкинуть в воду кроссовок и зашвырнуть на середину старый мяч. И костыли, и табуретки, и бутылки, и пакеты из-под мусора, и памперсы, и коряги. С ребятами пытаюсь разговаривать. Ну, сейчас по ней стали поспокойнее. А так все, что не попадя, все водоем кидали. Водоросли тоже, наверное, большая проблема? Водоросли большая проблема, потому что я захожу в воду, что могу, граблями собираю, а на середину, естественно, я никак зайти не могу. В советское время озеро было чистейшим, говорит Олег Целиков. Тогда, еще будучи молодым, мужчина не раз в теплую погоду купался в водоеме. Но сейчас на такой поступок отлаживаются только самые разгоряченные отдыхающие. Неизвестно, что лежит на дне. Они кидают все, что в руки не попадет. Я уж их гонял, 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 но на меня стали взрослые. Ты чего гоняешь, мальчиков? Они тренируются. Кидают. Вот и все. Из года в год уборкой водоема занимаются неравнодушные местные жители. По информации Светланы, пруд сейчас находится в федеральной собственности.